Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Когда вы пытаетесь жить свою жизнь, наверное, многие из вас пытаются найти людей, которые проще вас. Сейчас я постараюсь избежать, наверное, каких-то резких слов, потому что эти упрёки и это мое непонимание будут высказаны в адрес людей, которые, наверное, себя в чём-то узнают. Это мои подписчики, какие-то мои друзья, студенты. Поэтому хотел бы быть крайне осторожен, крайне выдержан в своих формулировках, высказываниях, в тех словах, которые вы сейчас услышите. Но я думаю, что вы поймёте, что всё достаточно серьёзно. Не надо искать простаков среди тех людей, которые приехали. Люди могут быть совершенно искренними, совершенно честными. Люди могут искренне делать что-то для других людей, что, наверное, имеет какую-то ценность, но они делают это по велению своей души. Не надо считать этих людей простаками, на чьём горбу можно выезжать в рай. Постарайтесь понимать, что этих людей тоже многое, что мотивирует. И эти люди, в том числе и я, стремятся делать общее дело. То есть, то, что мы делаем, порою, это не только то, что нам приносит какую-то выгоду материальную или моральную, но это то, что нужно вам всем, всей системе, систему, которую, по крайней мере, мы строим, мы строим со всеми вами, с Алексеем Чехуновым, с людьми, которые являются родственниками, друзьями, знакомыми, соседями, теми людьми, которые искренне сочувствуют тому, что происходит и у нас достаточно жесткий оппонент, и главный наш оппонент это австралийское правительство, если хотите, которое не очень хочет видеть всех иммигрантов, и уж точно не хочет видеть иммигрантов из пространства Советского Союза, бывшего Советского Союза. И, к сожалению, оппонентом нашим является народ австралийский в своей основной массе, потому что австралийский народ он достаточно простоват, и, несмотря на то, что, конечно, выглядят австралицы абсолютно неотличимы от нас, но само мышление этих в основном, скажем так, англоосаксов, оно сильно отличается от нашего мышления, их культура, наверное, она все-таки общеевропейская, но, с другой стороны, очень много духовных ценностей у нас разного, мы по-разному смотрим, к сожалению, на этот мир, и приходится строить систему, которая достаточно замкнута, эта система защищает наши интересы, это не новое, и то же самое строили в свое время и греки, и итальянцы, которые приезжали сюда, и их называли богами, ну, не только их, скажем так, и не за них, наверное, это слово вообще пошло, но все-таки нам достаточно сложно, если мы что-то делаем, это не я один, многие ребята искренне желают помочь, это не простаки, это люди, которые делают это по своим убеждениям, если это связано еще и с бизнесом, то тем более. Когда мне пишут наши подписчики, наши девчата, порой люди, которые, собственно говоря, и не очень часто смотрят мой канал и пишут о том, что ой, как хорошо, что создано брачное агентство, я бы хотела быть первой клиенткой или второй, или третьей, одной из клиенток, вы должны прекрасно понимать, создано это по той причине, что я считаю, что мои студенты, мои друзья должны оставаться в Австралии в первую очередь. Кто такие мои студенты? Это люди, которые приехали сюда, которые были со мной как с образователем, агентом на учебной визе, студенческой визе и которые заслужили того, чтобы я за них поборолся. По крайней мере, это в рамках тех усилий, которые я делаю, в рамках той политики, которая, в общем-то, озвучена в нашей системе. Если хотите, это одна Австралия образовательное агентство и миграционное теперь уже агентство, это Рамзес, это ну, та система, которую вы знаете, которая во многом отождествляется, наверное, правильно, с моей такой скромной или нескромной с вашей точки зрения персоной. поэтому представьте себе, каждый мужчина, каждая женщина, каждая женщина, которая может стать спонсором, выйти замуж или жениться на ком-то из моих студентов, это люди, которых не много, их не может быть много по определению, как бы я ни старался, и поэтому вкупе с теми усилиями, которые делаются для того, чтобы люди получали профессиональную визу, это те усилия, которые делаются, чтобы мои люди остались. Да, они останутся быстрее, они, может быть, не поучатся больше, они не дадут мне больше заработать, но это люди, которые в свое время за меня проголосовали своим долларом, если хотите, и они заслуживают того, чтобы их иммиграция была быстрее, дешевле и легче, даже если это в какой-то степени ущемляет мои интересы, ничего страшного, мы это сделаем, но мне удивительно, что люди думают, что это будет делаться для тех неизвестных, которые в свое время не стали моими студентами, а ведь посмотрите назад, сколько было возможностей сюда въехать по туристической визе, ведь какие малые деньги надо было, и те же самые наши прекрасные дамы, вы же прекрасно понимаете, если вы хотите остаться здесь по партнерской визе, вы могли бы въехать сюда с минимальными расходами, найти себе партнера и выйти замуж, что вам стоило, ну, единственное, годик бы были на самых дешевых курсах английского языка, и все, вот ваша судьба и сложилась, но вы этого не сделали, потому что вы хотите идти своим путем, вы хотите, чтобы все одеяло покрывало ваше тело, а остальные были без тепла, и именно так это выглядит со стороны, но так не будет, как я уже сказал, те ребята, которые здесь находятся, в первую очередь они будут находить друг друга, потому что те люди, которые находят этих людей, становятся спонсорами, в основной своей массе это наибывшие студенты, которые хотят найти, как вы иногда образно говорите, выражаете своих половинок, свои половинки, поэтому так оно и будет, и не обессудьте. Когда не мои студенты, узнав о том, что я помогаю с трудоустройством, в действительности я это делаю, и никто так не делает из агентов, как делаю, я не имею с этого никакой выгоды, кроме непрямой, допустим, что мои студенты трудоустроены, зарабатывают и, соответственно, способны проплачивать обучение, и, соответственно, я буду иметь свои комиссионы, они уезжают из страны, я имею только проблемы, но это мои студенты, а если те ребята, которые находятся здесь, крайне редко, которые имеют вид на жительство, но в основном которые приехали сюда с другими агентами, с какой стати обладательный агент Александр Петров будет помогать вам, ведь каждый час рабочего времени, который вы возьмете, будет отнят у моих студентов, которые заслужили того, чтобы я о них заботился, ведь они пошли со мной, как с образовательным агентом, они не пошли послушав какого-нибудь блогера, послушав какого-то Васю Пупкина, с какой-то Дашей Селезневой, и не проголосовали долларом за меня, и естественно все лучшее будет, им и не лучшее будет, им тоже, и крайне редко я, конечно, могу помочь, но имейте совесть. Очень важно, когда вы, ребята, просите меня найти вам работу, чтобы вы избежали учебной визы, и сразу приехали на трудоустройство в Австралию. Ребята, я же вам с самого начала сказал, что невозможно, это офшорная миграция, это рабочие визы, можно, конечно, допустить, что я стану таким крутым трудоустроителем, и не буду брать до этого никакой копейки, и люди здесь будут охотно брать каких-то работников из-за рубежа, минуя все вот эти рогатки, которые ставят и профсоюзы, и австралийская государство в лице департамента, и в общем-то жесткая конкуренция со стороны тех, которые уже здесь находятся, в Австралии, ну, предположим, это произойдет, ну, ребята, неужели вы думаете, что вы там находящиеся в своих Россиях и Украинах, что вы имеете, с моей точки зрения, большее право на эту работу, чем те ребята, которые уже находятся здесь, которые, которыми мы съели не один пуд соли, которые заслужили того, чтобы я им помогал, по крайней мере, я так считаю, что они этого заслужили, я помогаю им, чем могу, и могу я очень многим, кстати, помочь, неужели вы думаете, что я отниму такие сладкие возможности для эмиграции и отдам их вам, этого не будет, даже если бы такое было возможно, но это же невозможно, вам уже все блогеры уши прожужали, что это невозможно, нет офшора, практически он исключен за редким, редким числом людей, которые в действительности подпадают по 124-858 визе, то есть люди, которые заслужены, если человек разрабатывает, допустим, какие-то ракетные двигатели, и он известен в своем кругу, если это человек, который руководил постройкой уникальных сооружений, конечно, его возьмут на вот эти визы при определенных конечно условиях, тут тебе и возраст, тут тебе и знание английского языка, но если вы не из этой когорты, если вы из этой когорты, вам бесполезно вообще ко мне обращаться, потому что скорее всего вы сделаете это все сами, или вам сделает миграционный агент, который работает с организацией, которая вас берет, либо это сделает просто миграционный агент, ну, обращайтесь к Алексею Чакунову, ко мне вам обращаться не стоит, но это не тот случай, а если мы говорим о тех ребятах, которые находятся за рубежом, и просто обычные работяги, или обычные инженерные, инженерно-технические работники, ребята, я даже если бы хорошо к вам относился, я не могу этого сделать, потому что у меня десятки, ну, не так много сейчас, но предположим, 30, 40, 50 ребят, которые здесь находятся, которые, будучи моими студентами, членами их семей, они заслуживают полного и безоговорочного, скажем так, обслуживания и помощи, и здесь, ребята, не до вас, опять-таки, вы же не забывайте, мое финансовое положение, ну, скажем так, не самое лучшее, я не добираюсь хвалиться, что я такой крутой, что у меня там за год заработано 200, 300, 400, 500 тысяч долларов, это не так, вы прекрасно понимаете, что так быть не может, я не ворую, я не обкрадываю людей, я им не предлагаю онлайн-образование, за исключением, когда это всего лишь там несколько недель, и вам это нужно для визовой истории и для истории обучения с австралийскими учебными заведениями, когда остро нужно поднять, остро, остро стоит вопрос о поднятии вашего уровня английского языка, так в этом случае, а так я категорически против, и соответственно, я против того, чтобы я получал с этого комиссионный, вы должны это понимать, я не не живу очень богато сейчас, по крайней мере, мои доходы, и я достаточно сильно экономлю средства, и наверное, мой уровень, режим экономии не ниже, если не выше, подавляющего большинства моих студентов, которые порой позволяют почему-то себе жить прекрасно, но потом у них наступает недостаток денег, и ну и все начинается сначала, так вот, вы должны понимать, что опять-таки не перетягивайте одеяло на себя, никакой офшорной эмиграции в ближайшее время не будет, это же въезда в страну, к сожалению, но когда вы такие вещи говорите, вы ставите может быть свои отношения со мной и с другими людьми под некоторый вопрос, всегда ты запоминаешь, как же так, человек, человеку говоришь, допустим, уже год говоришь, что это невозможно, полтора может быть, получается, человек тебе не доверяет, человек тебе не верит, человек понимает, что это, я не знаю, какие колоссальные потуги надо сделать, чтобы это осуществить, для чего, для того, чтобы, в конце концов, лишиться студентов, для того, чтобы для других дать пример того, что ты сам слишком простой человек, ты проста, которого легко обмануть, я не понимаю. И последнее, дорогие друзья, не предлагайте мне сотрудничество, не предлагайте мне какие-то услуги, как субагенты, как миграционные партнеры, что часто происходит с теми ребятами, которые думают, что их какие-то выдающиеся способности в плане раскрутки сайтов, каких-то форумов, каких-то интернет-ресурсов, социальных сетей и так далее, это дает возможность им претендовать на то, чтобы быть моим каким-то бизнес-партнером, субагентом, или что они начинают быть миграционными агентами и в целях расширения своей клиентской базы, в целях расширения своего, увеличения своего дохода они могут работать со мной, этого не будет. Для этого несколько причин. Первая, я очень нехорошо на самом деле отношусь к агентам, как миграционным, так и образовательным исключением малы и, наверное, в данный момент ограничивается только мной, Алексеем Чихуновым, поэтому мы друзья. Это еще одна причина. Я не могу работать с миграционными агентами, это значит забирать хлеб у человека, которому я, по крайней мере, на данный момент доверяю абсолютно и полностью. Я уже знаю, что такое дрянные, и мерзкие миграционные агенты, это не один человек, как вы можете подумать, их очень много, их очень много, даже среди моих бывших студентов трое, если вы не знаете, и это люди, которых я считаю, наверное, худшими миграционными агентами, которые вообще есть на русскоязычном рынке, но все те новенькие ребята, которые пытаются стать миграционными агентами, хочу попросить их, не идите в эту сферу. Ребята, это сфера, которая сделает вас гадкими людьми. Это крайне сложно оставаться приличным человеком и быть миграционным агентом. Я вижу, почему это получается у Алексея, и я вижу, сколько сколько есть temptations, соблазнов, чтобы все-таки покривить душу, и это, на мой взгляд, чудо воспитания и глубокая культура, которая не позволяет Алексею идти на сделку с совестью, на которую идут практически все агенты, которых я знаю, русскоязычные миграционные агенты. Поэтому я не буду с вами новенький миграционный агент работать, я просто выражу сожаление, что будучи наверное никакими профессионалами, вместо того, чтобы развиваться в своей профессиональной сфере, вы пошли и ударились в такое дерьмо, причем в самый неподходящий для этого момент. Ну, как бы это ваш выбор, и единственное, что помогать вам не буду. Да что касается тех людей, которые хотят быть субагентами, ребята, основная масса клиентов, если хотите, студентов, которые получают, а люди, которые пришли ко мне по совету чему-то, достаточно мало людей, которые приходят из YouTube, еще меньше из Instagram, естественно, вот, если бы я работал субагентами, я был бы вынужден вербовать студенты любого подходящего человека, этого нельзя делать, потому что чем многим учеба не нужна, очень многие имеют возможность, ну, скажем так, или имели возможность эмигрировать профессионально, кому-то достаточно партнерская виза, и я не хочу вешать на людей лишнюю финансовую ношу, и если я буду на 10, как обычно, людей девятерым объяснять, что это им не надо или это для них невозможно, эти субагенты на меня обидятся, они уйдут другим агентам, так пускай они уходят сразу, потому что пока я вас не знаю, все окей, когда я вас узнаю и познаю эту глубину низости, которую вы порою достигаете, вы станете моим врагом, и вы станете моим врагом не потому, что я обладательный агент и даже человек, а вы станете моим врагом, потому что такие люди мне глубоко противны еще со времен, когда я был студентом, тем более противны те люди, которые были студентами, в том числе и моими студентами, И ведут себя абсолютно нагло по отношению к другим людям, считая их чрезмерными простаками и людьми, которые являются дойными короевыми. Отношение со стороны бывших студентов, вот такое, к людям, для меня совершенно нетерпимо. И с такими людьми я буду всегда бороться. И по многим причинам у меня достаточно много сил, и достаточно много времени, и достаточно много желания. Потому что, как я уже неоднократно говорил, зло должно быть наказано, как вознаграждено должно быть добро. Я, наверное, утомил вас этой давненной беседой, но я думаю, что те люди, которые в действительности сопереживают нашему делу, которые считают, что они являются частью нашей системы, эти люди должны понимать, что чтобы находиться в этой системе, необходимо следовать каким-то правилам. И вот эти правила, эти, скажем так, идеи, постулаты какие-то я вам озвучил сейчас. Если же вы хотите присоединиться к нашей системе, которая, ну скажем так, очень благожелательно и всегда вознаграждает своих участников, и я, естественно, таким людям благодарен, то есть определенные принципы, которых не стоит игнорировать. Поэтому, дорогие друзья, не считайте людей за простаков. И если они делают многое, что для вас просто бесплатно, это не значит, что они не понимают, что они для вас делают, и что на них можно кататься, и можно считать, что уж куль он такой простой человек, что бы не поэксплуатировать еще больше. Лошадка может скинуть фрирайдера и больно ударить его копытами. Поэтому всегда помните об этом, и я всегда рад людям, которые искренние, честные, и с этими людьми у нас всегда не просто дружба, но и взаимовыгодные отношения. Эти люди так или иначе получат мою и нашу поддержку, и жизнь у них в Австралии сложится. Спасибо.